Добрый день! Мы с вами находимся в доме Ильи Семеновича Остраухова, и мы собрались сегодня, чтобы поговорить о романтизме. Находимся мы, собственно, на выставке, которая так и называется «Русский романтизм. От элегии до хоррора». И в нашем разговоре сегодня участвуют мои прекрасные коллеги. Тимур Хайрулин, заместитель заведующего дома Остраухова, Марина Краснова, заведующий дома Остраухова, и Сергей Шаулов, заведующий дома Лермонтова. Так вот, что касается романтизма. Вообще явление такое непростое. Романтизм – художественное течение, появившееся в конце XVIII века, распространившееся на всю Европу, даже на Америку, даже на Россию, и, в общем, просуществовавшее, например, в России до середины XIX века. Сегодня мы знаем такие вещи, как романтическая любовь, романтический ужин, романтические посиделки, романтический молодой человек. Ну вот, хотелось бы, во-первых, соединить романтические посиделки и романтические ужины, с романтизмом, на котором мы находимся сейчас. Потому что часто люди приходят и не могут отделить одно от другого, но мы должны им вот сразу сейчас и помочь. Давайте обсудим самое первое, самое главное. Романтизм как художественное направление и, ну, такая романтичность, которая сегодня у нас в ходу в речи. Чем они похожи, чем они отличаются? Можем ли мы вообще прийти на романтический ужин и надеяться, что у нас там будет нечто из романтизма XIX века? Ну, надеяться-то, конечно, мы можем. Ну, может, лучше не надо, потому что совсем не все из арсенала романтизма XIX века будет уместно на том, что сейчас называется романтический ужин. Ну, собственно, мне кажется, как раз и не увидишь, если мы будем организовывать вечер в стиле романтизма, то вряд ли мы увидим ожидаемо... Лепестки роз, например. Лепестки роз, да, и какие-то пылкие романтические признания. Возможно, это вообще будет очень отстраненный молодой человек, такой весь в себе, который сразу уйдет куда-нибудь странствовать. Желательно без цели, да, и без возврата. И без возврата. И умрет молодым там же. Ну, это в идеале, конечно. Это уже опционально. Так, ну, все-таки, ну вот современное понятие романтичности, как оно связано с романтизмом? Почему это все-таки один корень? Почему так? Ну, вообще история термин романтический, она довольно обширная, и даже если взглянуть на то, как употребляли этот термин в начале XIX века, то мы обнаружим там очень много разных значений. Уже у Жан-Жака Руссо в его текстах в конце XVIII столетия есть такой эпитет романтический, когда он описывает один пейзаж и хочет подчеркнуть его таинственность, загадочность. А в принципе в предшествующей эпохе вообще под романтическим или, как говорили, романическим подразумевали любое произведение, написанное на романских языках. Под романтизмом, в первую очередь, йенские авторы, немецкие авторы, такие как Навалис, Шлегель и же с ними, да, они подразумевают нечто противоположное классическому искусству. И вот в своих трактатах, в своих манифестах они выдвигают концепцию нового искусства, именно искусство романтизма, которое противопоставлено классическим образцам. И надо сказать, что если взглянуть на русский контекст, то станет ясно, что границы этого термина романтизма, они были довольно расплывчаты уже в эпоху самого Пушкина. Пушкин в одной из статей писал, что вот сколько не читаю, про романтизм, в одном из писем, точнее, говорил, что сколько не читаю про романтизм, все не то. И Вяземский, например, другой представитель, яркий литературного этого поколения, говорил о том, что романтизм русский, он как домовой. Все о нем говорят, но никто его не видел. И нельзя на него ткнуть пальцем, указать его определенные черты и свойства. Поэтому это очень загадочная вещь, что-то про романтизм. Так, ну подождите, про русский романтизм я еще спрошу. Но чтобы как-то обобщить, можем ли мы сказать, что романтизм как художественное направление и романтичность современная, они схожи в некоторых пунктах все-таки? Раз уж мы их путаем, простые люди, то они все-таки в чем-то схожи. Ну, в какой-то, например, яркости чувств, проявлении этих чувств, вообще такой реабилитации, скажем, чувственного мира, страстей, что мы теперь вообще можем эти страсти выражать? Ну, мне кажется, все-таки, если мы говорим о романтических чувствах, да, и о романтической любви, то все-таки это в большей степени такая любовь трагическая. Она недостижимая, она неуловимая. И в этом как раз ее особенность. То есть ты любишь некий такой идеал, который ты не можешь ухватить. И сейчас, наверное, если мы говорим о современности, то это, наверное, как раз не очень здоровые отношения, после которых пара должна идти к психотерапевту. Но это как раз для романтизма, вот эта неуловимость, она, наверное, очень характерна, такое невыразимое, да, как у Жуковского, когда ты не можешь это выразить словами. Но в романтической любви должны обязательно соединяться и грусть, и радость, и такая меланхолия, и слезы к этому примешиваться. И, например, даже если эта любовь не состоялась, как, например, у Жуковского с Марией Протасовой, в общем-то, достаточно сложные были отношения. Он был влюблен, делал несколько раз предложения, но родители были против. И тем не менее, когда он пишет, что вот эти вот воспоминания об этих чувствах, они всегда со мной. И это прекрасно, и это здорово, потому что, несмотря на то, что они не состоялись, но я о них помню, я о них знаю. И это, конечно, есть романтическая любовь в том числе. Нет, на самом деле всё равно, конечно, если строго говорить, то эпитеты, которые мы употребляем в нашем современном языке, называя нечто романтическим, там, романтическая комедия, всё это мало имеет отношения к непосредственной эстетике романтизма, но и может восприниматься как реликт, конечно, отдалённое, очень отдалённое эхо того, что происходило в 19-м столетии. Но, тем не менее, многие исследователи говорят о романтизме как о мироощущении, не только как о течении в искусстве, которое распространилось на живопись, на литературу, на музыку, но и как определённое мировоззрение. И, конечно же, если мы смотрим на романтизм именно с точки зрения того, что это мировоззрение, то оно, во-первых, генеалогически восходит в том числе и к Ренессансу, то есть можно обнаружить те же самые тенденции культа индивидуальности в первую очередь. Вот что такое романтизм? Это культу яркой личности. Эти тенденции мы можем европейской культуре обнаружить гораздо раньше. И, конечно же, эти тенденции, вот этот культ индивидуальности, культ оригинальности, бунт свободы, свобода, да, они тоже не исчезают с момента, когда романтизм как бы сходит с арены, да, исторической. Они не заканчиваются в середине 19 века, эти тенденции продолжают определять, в том числе и наше сегодняшнее мировоззрение. Да, вот как бы какие-то мировоззренческие последствия романтизма, они очень обширные, и исследователи о них, конечно, очень много говорят. Я думаю, что мы с этими реликтами всё равно до сих пор продолжаем иметь дело. Мне кажется, что если вот про то, что мы говорим, вот это вот романтическое, да, такое вот очень чувственное, то это, наверное, ближе всё-таки к сентиментализму. Вот когда это так всё очень чувственно, это нежно, вот это туда ближе, луна природы, это же вот этот вот момент как бы прогулок, он, в принципе, зарождается в эпоху сентиментализма, в эпоху романтизма. Это уже такое путешествие, это уже лучше, конечно, путешествие в какие-нибудь экзотические страны. В некое экзотическое пространство. Да. Но, как пишет Теофиль Готье, что, в общем-то, экзотизм у нас проявляется в двух вариантах. Либо это путешествие в пространстве, куда-нибудь в Америку, или, собственно, путешествие более извращённое, это во времени. Да, то есть вот этот вот момент историзма и путешествие куда-то к прошлому, и обращение к прошлому. Ну, отсюда интерес к истории, исторический роман и всё остальное. Конечно. У меня небольшая добавка про романтичные, романтические и прочее. Вот соотношение современного языкового употребления и, собственно, термина литературоведческого, это отражение самой судьбы романтизма. Потому что движение в искусстве, движение в головах, мировоззрение, нацеленное на исключительность и демонстрацию своей исключительности, оно пришло к чему? К тому, что все не могут быть исключительными. Если Наполеон исключителен, то три Наполеона – это уже смешно. И в современном употреблении слова «романтический» очень много вот этого втайне комического подтекста, опошления самого явления, неизбежного на самом деле опошления, потому что какое-то количество исторических и литературных, кстати, персонажей действительно заняли вот эти вот ниши исключительности, так скажем, в культуре. А дальше пошло тиражирование, подражание, которое неизбежно выливается уже в нечто гораздо более плоское. А мы можем еще говорить вот то, что Тимур сказал, романтический, на романском языке, от слова «роман», ну и, собственно, как в романе. Мы можем говорить еще об этом? То есть, насколько я понимаю, в романтизме очень сильна идея пересечения искусства и жизни, как жизнь подражает искусству, искусство подражает жизни, и вот эти взаимосвязи. И, собственно, вот это романтическое мировосприятие, желание построить свою жизнь, как в книжке. Вот такое есть? Можно так про это говорить? Ну, я даже не знаю, мне кажется, как раз, ну, тут Клермонтова, вопрос. Ну, а в этом смысле... Как одного из романтиков. Жизнестроительство, оно для романтизма, для романтиков действительно было характерно. Кстати, применительно Клермонтову это можно местами и оспорить. Он иногда действительно совершенно, понятно сейчас и очевидно, в перспективе двух столетий, действительно играл некую роль, примерял на себя маски, сюжеты. Такая театральность, это же тоже характерно для романтизма. Театральность поведения у него была, и какие-то попытки жизнестроительства последовательного, жизнестроительства были, но было ли оно последовательно, это большой вопрос. В гораздо большей степени, мне кажется, это может быть на русской почве отнесено, скажем, к декабристам. Особенно вот Пестелю, допустим, Муравьеву. Вот там этого жизнестроительства, причем именно на наполеоновском фундаменте, действительно много. И совершенно понятно, что тот же Пестель из себя последовательно выковывал именно русского Наполеона, русского диктатора. Вообще интересно, да, отношение к Наполеону именно в России. Потому что, казалось бы, 1812 год, меня всегда это поражало, да, 1812 год, да, как-то должен был расставить какие-то приоритеты, но при этом мы понимаем, что и Пушкин, и Лермонтов, и практически, я не знаю, наверное, ни одного романтика, кто бы как-то отрицательно, прям негативно относился к Наполеону. То есть, да, признавая, что может быть не все так гладко, но при этом мы должны все-таки уважать его гений. Это же звучит практически у всех. Ну, на самом деле, динамика отношения к Наполеону, она была такая изменчивая. И, конечно, в период наполеоновской войны поэты и литераторы состязались в том, кто создаст более монструозный образ Наполеона. И это очень хорошо проиллюстрировать, вот эту динамику отношения к Наполеону на примере двух текстов Пушкина. В 1917 году он пишет о Наполеоне «Ты ужас мира, стыд природы, упрек ты Богу на земле». В 1817 году. Вот такое стихотворение, наполненное негодованием по отношению к Наполеону, который предстает как, в том числе, губитель тех свобод, которые пришли с французской революции. И что мы наблюдаем в текстах Пушкина, когда Наполеон уже уходит из жизни. Он пишет стихотворение о Наполеоне. «Высокий жребий совершился, угас великий человек». И завершает это стихотворение вообще парадоксальными очень словами о том, что «Хвала ты русскому народу!» «Высокий жребий указал». «И миру вечную свободу из мракосылки завещал». Да, поэтому тут возникает так называемая мифологизация образа Наполеона, когда уже мы говорим не об исторической личности, а о личности романтической, которая, поправ все нормы общества, навязывает миру свою собственную волю. И вот эти масштабы этой личности, они, конечно, поражают умы всех европейцев. И очень быстро складывается так называемая наполеоновская легенда. Не только русские авторы восхищались Наполеоном, но и многие европейские, которые как раз принимали участие в мифологизации уже, конкретно исторической личности. То есть Байрон то же самое практически происходит. Практически любая крупная личность эпохи романтизма рождает вот эту мифологическую активность, которая от нее кругами потом расходится. Наполеон в этом смысле самый большой камень, который в озеро упал. И, конечно, личность, как исторический персонаж, не как реальный Наполеон Бонапарта, как исторический персонаж, он из всех исключительных людей эпохи был самый исключительный, чем и привлекал внимание. Более того, мне кажется, что некий уровень мифологизации своего собственного облика каждый романтик предусматривал и более или менее активно формировал, стимулировал. Отсюда знаковые поступки, даже вне рамок какого-то сюжета жизнестроительства, а просто вот в публичном поле совершить нечто, чтобы запомниться, чтобы пошли от этого поступка волны. И он породил какое-то мнение, легенду и прочее. И практически у любого человека эпохи мы примеры подобного демонстративного поведения найдем обязательно. Опять же, если возвращаться к современности, в современной психотерапии это обозвали бы, я думаю, каким-то патологическим поведением очень часто. Ну, а мы не можем, например, назвать это перформативным каким-нибудь... Ну, если мы говорим про современность, я думаю, что здесь как раз от перформанса достаточно. Ну, может быть. Но когда Пушкин садится на пол в театральной ложе, снимает парик и размахивает... Что не перформанс, простите, пожалуйста. Или это демонстративно-патологическое поведение? Я считаю, что перформанс. Можете со мной, конечно, поспорить. А в терминах эпохи это являлось примером дендиского поведения. Так, ну расскажите тогда про дендизм. Я знаю, что дендизм – это про одежду вообще. Про то, что великий мужской отказ. Все мужчины раньше ходили очень нарядные, очень красивые, в драгоценных камнях, шелках и тканях. А тут раз, и переоделись в черный фраг и так далее. Великий мужской отказ. Ну вот это про внешность. А если мы говорим про внутренность, то есть там тоже есть какие-то определенные черты. Да, дендизм, он как явление, возникшее в Англии в начале 19-го столетия, конечно же, пересекался с романтизмом напрямую, в том числе своим вот этим желанием продемонстрировать бунт независимый, и экстравагантность. Если для предшествующей эпохи важнее было изящество, некая галантность, которая эксплуатировалась в поведении, то денди, они предпринимают такую вот революционную попытку обращать на каждый свой поступок внимание и воспринимать этот поступок как некое высказывание. То есть, конечно, дендизм — это явление, которое не сводится к изменениям в костюме, но и предполагает какие-то новые поведенческие сценарии. Один из первых денди в культуре европейской, Джордж Брамл, он в одной из своих статей говорил о том, что у денди несколько правил, которым он должен следовать. Первое правило — он должен быть невозмутимым. Второе правило — он должен ярко обратить на себя внимание, и как только он появится в светском обществе, и как только он произвел впечатление, он должен как можно скорее удалиться, чтобы вот это впечатление еще более подчеркнуть. То есть, такой лаконизм, минимализм в поведении — это то, чему должен следовать денди, такая провокативность и оригинальность. Конечно, это все совпадало с набором каких-то романтических жестов. С другой стороны, если посмотреть на костюм, как он меняется, мужской костюм, то мы тоже увидим в нем такую демократизацию, идею демократической внешности, можно, наверное, так сказать, но которая тоже пересекается с какими-то такими на сегодняшний день странными, может быть, желаниями, да, вот мужчины, они должны носить фраг, который должен подчеркивать стройность. Хотя до этого фраг в Англии использовали для верховой езды только, да. И, например, в моду входят широкие панталоны. Вот Петр Вяземский в своих записанных книжках описал забавный эпизод, когда один его приятель, вернувшись из Англии и понабравшись там модных привычек, которые в России только-только входили в употребление, да, он посетил в Петербурге бал и появился на нем как раз в таких широких панталонах поверх башмаков. А до этого обычно носили узкие панталоны, которые, да, вот засовывали в сапоги. Плотно облегающий панталон, да. А он в таких широких явился и, значит, выбегает графиня, увидев его в таком наряде с криком «Что же ты, дружок, учудил? Мы тебя на бал танцевать пригласили, а ты на мачту собрался лезть, вырядился как моряк». Вот как бы это такой пример разной семиотики в эпохе, когда новая еще только начинает входить в употребление. Ну, мне кажется, даже вот в прическе же появляется вот этот момент какой-то свободы и бунта, потому что уходят жесткие парики и какие-то жесткие прически, укладки, и такие кудри, локоны, вот это вот все входит в моду, обязательно как-то закрученные на лицо, вот как будто они ветром просто схваченные такие волосы. Да, это соответствовало идее Брамола о небрежной элегантности. Да, 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 небрежный вот это вот вопрос, но мне кажется, в этом тоже есть какой-то такой момент бунта, момент ощущения своей свободы. Ну, тут вот опять же такой диалектический момент, потому что вот мы в кабинете романтика, ориентированно на кабинет Онегина, находимся на выставке сейчас. Ну, и все помнят, как Татьяна там ходит и какая мысль у нее в итоге возникает. Уж не пародия ли он? Это небрежная элегантность, у Онегина достигается чем? Тем, что он по многу часов одевается. Подобно ветреной Венере. Да, 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 да. Это не очень небрежная элегантность. Это элегантность, тщательно продуманная и имитирующая эту самую небрежность. Отсюда мысль уж не пародия ли он на дендизм. И, в принципе, большинство, собственно, тех, кто этим движением был захвачен, были именно пародиями на несколько изначальных образов. А в широком смысле дендизм – это способ противопоставить себя обществу. Тут можно было демонстративно игнорировать, допустим, нормы, в том числе и одежды, и демонстрировать действительно небрежную элегантность. элегантность, либо избирать какую-то форму социального присутствия, либо отсутствия в обществе. Вот, опять же, все мы читали Обломова. Образ жизни Обломова – это, по сути, реалистически поданный один из дендийских шаблонов тоже. Халат, диван и демонстративное невнимание к тому, что рядом происходит и вокруг вообще. Просто у Обломова, у Гончарова уже совершенно другой там ракурс и точка зрения, и читатель Обломова уже не видит этого исходного романтического клише. Вот, но оно там есть. Вообще, халат, как способ уйти и закрыться от общества, он тоже появляется именно в эту эпоху. Ну, здесь, мне кажется, еще не только закрыться, потому что кабинет же становится просто не просто местом работы, а местом жизни, где можно принимать гостей. Собственно, вот в этом самом домашнем халате. Ну, домашний халат – это не то, что мы представляем себе, да, такой в цветочек, да, что-нибудь такое. А все-таки это в домашнем халате Аболенский представлен на портрете. Ну, это немножко другое, что сейчас понимается под словом домашний халат. Это тоже достаточно сложная одежда. Вот, но это некая постановка границы между собой и обществом. К человеку в халате просто так и неприлично зайти с улицы. А зайти к нему могут только те, кто ему по-настоящему близок. Я все еще отхожу от мысли, что Обломов – это тоже Дэнди. Это круто. Еще хотела про любовь. Немножко вернуться к любви. Получается, что все-таки романтическая любовь – это любовь, ну, не сильно здоровая, да, судя по всему. Сложная, скажем так. Сложная, да. То есть там разные чувства. Ну, сегодня, в общем, мы ее как-то не очень примечаем. Это без лепестков рос. Ну, она мало того, что без лепестков рос, но на самом деле в ней присутствует очень мощный философский импульс. Потому что если обратиться к концепции любви, которая была у тех же енских романтиков, то они, конечно, достали с полок своих античного философа Платона. И, прочитав в пире миф об андрогине, существе, которое не имеет, да, половой дифференциации, в котором и мужское, и женское пребывают в единстве, они начинают к этому мифу активно обращаться в своих произведениях и в том числе в своей жизни, да, переносить вот эту идею единства, которая вообще представляет уже новый статус бытийный человека, да, когда сливается и мужское, и женское в некой целостности. И эта идея переносилась ими в их собственное жизненное пространство, и можно вспомнить Шлегеля, который написал роман Люцинда, и в нем описал свои взаимоотношения с Доротеей Фейт. И вот там как раз присутствует эта концепция любви, которая на самом деле недостижима, да, и вот это действительно тот идеал, который в реальности, в эмпирической действительности, он не может воплотиться, но жажда к нему приблизиться, она вот овладевает романтиком и иногда ведет к гибельным последствиям. И поэтому концепция любви романтической, она вот обладает такими философскими окрасками, да, которые надо учитывать, когда мы об этом говорим, мне кажется. Тут надо понимать, что вот эти аспекты романтической любви, о которых сейчас Тимур говорил, они для современного массового сознания как бы закрыты. То есть романтическая любовь сейчас это вот любовь, которая прорывается сквозь быт, вот, осыпается сверху лепестками роз, вот, и все хорошо. Меж тем романтическая любовь это вовсе не то чувство, которое ведет к долгой и счастливой жизни вдвоем. Вот, как правило, это чувство, которое уводит из мира, вот, но одновременно восполняет целостность. Вот эта идея об андрогине, она в романтизме, вообще говоря, была немножко, ну, с одной стороны, развита, а с другой стороны, извращена, потому что они сделали упор на ущербность нынешнего человека, на его недостаточность, на его частичную переходную природу. Вот, и отсюда вот это желание постоянно эту природу изменить. И оно может быть в разных направлениях реализовано. Одно из них это вот романтическая любовь, другое это демонизм, разрушение этого мира, который заставляет быть ущербным, там, или полное им овладение, или попытка им овладеть. В социальном плане демонизм легко перерастает как раз в наполеоновскую идею, подчиню себе все окружающее. В этом смысле романтизм отличается цельностью, очень такой серьезной. Практически из каждого ключевого образа или идеи романтизма можно прийти к другому. Это одно из самых продуманных и рационально устроенных, на самом деле, движений, течений, мировоззрений в мировой культуре. Интересная такая вещь. То есть 20 минут назад мы говорили о том, что романтизм – это про исключительную, сильную, вот эту невероятную личность, которая над всеми возвышается. А минуту назад было сказано, что это личность, которая неполноценна, и она вообще сама ничего не может. То есть ей нужен другой, чтобы почувствовать себя полноценной и целостной. Есть? Вот как с этим вообще быть? Это романтизм. Это так и есть. На самом деле, для того, чтобы стать сильной личностью, нужно в себе ощутить эту нехватку, нехватку некой бытийственной силы, может быть, которую следует приобрести. Она не дается просто так по факту рождения. Если для эпохи просвещения была, например, важна теория естественного права, человек по естеству своему обладает уже и свободой, и независимостью, и достаточно только немножко подкорректировать вот эти ущербности общества, и недостатки цивилизации, и всё. И перед нами возникнет вот этот замечательный гражданин, преисполненный свободолюбия и очень миролюбивый, и во всех отношениях прекрасный. А романтики, они, как правило, в такие рецепты очень простые не верят. И в них присутствует очень мощный критический импульс к современности, который заставляет их обращаться к прошлому, например, к периодам средневековья, где они отыскивают те самые идеалы, которых так жаждет их душа. То есть для романтической философии вообще характерна идея становления и вечного такого движения мира. Не случайно, что в этот период возникают немецкие мощные философские системы Гегеля, Шеллинга, в которых как раз есть вот эта идея обратимости всех вещей и некого динамического процесса, который мы можем наблюдать и в истории, и в природе. И вот это совершенствование своей собственной природы очень важно для романтиков, для романтической философии, эстетики. Это то, что, опять же, сказал Сергей Сергеевич о том, что оно для всего романтизма, как и для любви, и для философии, и для мировоззрения, оно всё характерно. Есть вот эти общие такие линии. Поэтому, мне кажется, это тоже нужно учитывать, что вот это вот, да, поймать, найти для себя, при этом ещё надо это сохранить, потому что ты не можешь быть всё время романтиком. То есть в какой-то момент ты ещё и теряешь этот романтизм. То есть почему вот этот момент, что романтик должен умереть молодым? Вот почему, кстати, всё хотела спросить. Потому что он зрел и хорошо устроен в жизни, ему уже трудно быть романтиком. Ему же не надо ничего искать, ни к чему стремиться. Это то, что произошло с Жуковским, почему его младшие поколения романтиков уже очень часто высмеивали. Ну какой он романтик? Он придворный, вот он… Весь устроенный, у него устроенный быт. Весь устроенный, сытенький, высина у него. И, конечно, он уже никакой не романтик. Для молодого поколения романтиков он уже не романтик. Он такая снова классик, да, уже вот такой вот, но уже не романтик. То же самое, кстати, происходит и там с фигурой демона. Потому что демон-ангел, падший ангел, который вот только-только взбунтовался против Бога, выступил, вот он романтик. И по выражению Лотмана он вообще выражает мировой романтизм. А Люцифер уже не романтик, всё. Тут нет уже никакого романтизма. Он уже не бунтует, он уже абсолютно вот в себе такой определившийся, уверенный. И вот этого бунта, романтизма в нём абсолютно нет. Поэтому настоящий романтик действительно должен бунтовать. Он должен искать, то есть он должен находиться вот в этом постоянном процессе. Отрицать остановку, движение должно быть. А он мятежно ищет бури, как будто в бурях есть спокой. Это вот очень хорошо, что ты упомянула о том, что получается вот романтику нужен другой. Вот эта категория другого, она вообще для философии очень важна. И этим другим в романтизме может выступать ряд вещей или сущностей, может так сказать. Другим может выступать возлюбленная женщина. И вот эта нехватка, которая испытывает личность романтическая, она может восполниться в опыте любви. Этим другим может выступать Бог, да, как некий абсолютный другой, которому ряд романтиков тоже устремлялся. Бог как некая бесконечность, к которой ты хочешь стать причастен. Таким же другим может быть и природа. Взаимоотношения, которые очень сильно меняются в эпоху романтизма, она тоже предстает как целостный организм живой. Да, у неё есть душа, в ней есть любовь, в ней есть свобода, в ней есть душа, в ней есть язык, пишет Тютчев. И, следовательно, с ней можно установить диалогические отношения. Вот эта проблема диалога, которую Бахтина потом писала, она на самом деле в культуре возникает в эпоху романтизма. И потом последующие поколения будут тоже об этом размышлять. Но при этом есть и романтизм, для которого характерен эгоцентризм байроновского типа, например. Хотя он тоже скитается и ищет непонятно чего, потому что он наполнен разочарованием во всех идеалах людских. Общества он презирает. Но при этом он понимает, что всё, что ему осталось, это созерцать свой собственный внутренний мир в каком-то религическом ключе. То есть он пытается всё время стать другим сам для себя. Поэтому отсюда перемещение, следующий день должен быть не похож на другой. Меня, например, пугает уйти в себя, потому что это тоже момент важный для романтизма, что уйти в себя – это ещё может быть и сумасшествие. Это же тоже, в общем-то, один из важных признаков, ну, не признаков, да, таких вот явлений романтизма. Что это абсолютно нормально, когда романтик сходит с ума, да, и долгое время живёт и пишет. Ну, это же прям совсем нормально. Многие из них как раз в безумии идеализировали. Да, да, да. Эстетизировали. Эстетизировали. Там Гёльдерлин, который сколько, 20 лет он прожил в башне, но при этом создал огромное количество произведений в это время. Мне кажется, что на русской почве всё-таки Константин Николаевич личным примером дал очень хорошую прививку от этой эстетизации. Вот, и Пушкин там, вот это «Не дай мне бог сойти с ума». И, кстати, у Михаила Юрьевича, при всём его бурном романтизме и так далее, нет образов безумия. Ну, вернее, ну, есть в что-се, но они не даются как вот такое идеализированное или эстетически понятое состояние. Мне кажется, что на русской почве тема такого идеального романтического безумия не прижилась в полном смысле. Да, мне, кстати, подумалось о том, что если посмотреть на ряд произведений русских романтических, то там как раз вот это отклонение от нормы, оно мотивировано сновидениями чаще, при помощи снов. Вот у Гоголя постоянно это присутствует, этот мотив пробуждения. Сон, но не безумие, то есть неполное погружение. Это, мне кажется, больше такое к мистицизму уже, потому что это же тоже очень такое яркое явление романтизма, интерес к мистике, вот это вот стирание границы между реальным и реальным миром, какие-то вот это вот духи, которые вокруг нас витают. Если вдруг текущий мир, настоящий мир ощущается как недостаточный, отсюда, естественно, куда-то прорваться. Если не в прошлое, то... То за грань, там, к Богу, к демонам, там, в какой-то другой мир и так далее. На этой, просто к какому-то изначальному, кстати, христианству, которое противопоставлено христианству, имеющемуся, там, и так далее, к настоящему знанию. На этой почве возникали, кстати, очень интересные иногда коллизии. И вот один из наших, опять же, романтиков, Николай Васильевич Гоголь, так, например, он отправил Фому Кимпийского, такого учителя, проповедника христианского, Сергею Тимофеевичу Аксакову. Вот, но Сергей Тимофеевич Аксаков был человеком, скорее, эпохи культуры просвещения. Такой очень рациональный, житейский, очень здравый человек и прочее. Вот, и он, относясь к гоголевским всяким эскападам, в общем, очень по-доброму, тут, видимо, всерьез рассердился и написал довольно резкое письмо, в котором, между прочим, было и такое. Что вы мне суете этого Фому Кимпийского? Я вас старше на 20 лет. Я читал Фому Кимпийского, когда вы еще не родились. И удивляется, как Гоголь основу для творчества пытается находить в каких-то уже отвлеченных, с точки зрения Сергея Тимофеевича, отвлеченных учениях. Вот это вот очень характерное столкновение двух мировоззрений, романтического и еще доромантического, условно просветительского. Вот. Романтизм пытался за гранью наличного материального мира открыть какую-то новую основу для вдохновения. Для Сергея Тимофеевича весь материал вдохновений был вот здесь, рядом, в текущей реальности. Ну, в общем, важно куда-нибудь уйти. Так, подождите. Мы еще не уходим. По поводу просветительской идеологии, как ее назвать. Смотрите, получается, ну вот романтик начинает бунтовать. А что ему так не понравилось? То есть у просветителей вообще нормальная была идея. Там разум, рационализм, все хорошо, сейчас мы мир исправим, эволюция. То есть что такое случилось, что вот такое разочарование стало возможным? Вроде ведь ничего вот такого не случилось. Революция французская, все супер, вообще свобода. Чего вы бунтуете? Расслабьтесь. Что произошло? Да, особенно декабристы. Ну, французская революция, вообще-то говоря, это... Ребята, все супер. Крупнейший шок эпохи. Для современников это совсем не вот... Не супер? Не супер, да. Да, и это как раз был один из, не единственные, вероятно, но один из главных, наверное, поводов как раз от идеалов просвещения, в первую очередь политических. Ну, если не отказаться, то очень серьезно их пересмотреть. Что, в общем, и происходит, ну, скажем, с тем же Пушкиным. Вот у нас и не только с Пушкиным, там, с Крамзиным, допустим. Так что просвещение в значительной степени себя дискредитировало французской революцией и, кстати, фигурой Наполеона в том числе. Ну, тут много разных социально-политических потрясений действительно происходило. И последовавшие после наполеоновских войн события, они были периодом так называемой реакции, да, когда монархические династии восстановлены в европейских империях. И романтики, с одной стороны, они разделяли идеалы французской революции, и, увидев результаты Венского конгресса 1819 года, который перекроил карту Европы и закреплял опять вот какой-то феодальный порядок, да, они тоже пребывали в некотором пессимистическом настроении относительно того, могут ли произойти изменения. Но при этом тоже у них у всех разные были политические убеждения. Мне вот просто вспоминается эпизод из байроновской биографии. Будучи лордом, он при этом всячески поддерживал разные революционные движения в Италии, в Греции. В Греции он погиб, когда уехал туда участвовать в национально-освободительной войне греков. И в его биографии есть эпизод, когда он выступал в английском парламенте. С какой речью он там выступал? Он выступал в защиту ткачей, лудитов так называемых, которые с приходом машин индустриальных начали терять работу в Англии повсеместно. И они начали эти машины ломать, саботировать процесс, не просто саботировать, а вообще портить имущество. Ну, конечно же, правительство такие действия не поддерживало. Индустриализация шла полным ходом, капиталистические отношения развиваются. Можно открыть Маркса, почитать, как это все в 19 веке устроено было. А Байрон в пику вот этим прогрессистом выступает с довольно ретроградных позиций, защищая человека, а не машину. И вот эта защита человека, а не машина, она, в принципе, была характерна для многих романтиков, которые действительно пытались полемизировать и оттолкнуться от просветительской парадигмы. В эпоху XVIII века во Франции был популярен трактат математика Лометри, который назывался «Человек-машина». Он там писал, что человек — это, конечно, сложное устройство, состоящее из множества элементов, но это все равно машина. То есть мы ее можем постичь при помощи нашего разума, разобрать на части, потом собрать снова. А в отличие от такого механистического понимания жизни романтики выдвигали, да, опять-таки, идею организма. И многим претила такая излишняя рациональность. Многим как индивидуальность все равно рассматривается, да, вот это вот высшее. Поэтому от этого как раз и исходит вся философия мировоззрения, что ты выступаешь за индивидуального, единичного человека, а не за какие-то государственные идеалы. С другой стороны, был еще и Жан-Жак Руссо со своей идеей естественного права, естественного человека и так далее. Это как раз то, что романтизм с одной стороны взял и дальше развивал, а в какой-то степени, наоборот, отверг, потому что для романтика нету всеобщего естественного права. Есть его личное естественное право самореализоваться в той форме, в которой он это выберет. Но не всеобщее. Мне кажется, что еще в большей степени все они, я романтиков имею в виду, протестовали против механистического восприятия общества. Потому что вот это механистическое понимание человека, оно автоматически переносилось на общественную жизнь. Вот эта идея о том, что надо найти некую формулу, и все будет хорошо, она идет, в принципе, как раз от просвещения. Формулу общества, формулу истории, вообще некую обобщающую идею, которая процесс познания закроет и даст только уже рецепты. Эта идея, с одной стороны, просветительская, с другой стороны, для романтизма соблазнительная, но полемическая. Потому что такого рода идея остановит любое развитие, движение и так далее. Но с другой стороны, все равно у меня тоже возникает такое недоумение часто, когда я сталкиваюсь с описанием этой байронической личности, которая рано состарилась душой. Хочется спросить, ну что же такое действительно произошло, что ты уже там к 23 годам такой разочаровавшийся пенсионер, который только и может путешествовать по руинам и предаваться меланхолическим каким-то переживаниям своим. У тебя еще. Вот все эти исповедицы на век, а потом в дальнейшем, Альфер Думисон, конечно, это попозже будет, но Пушкин, который читал Бенджамина Констана, роман «Адольф», да, вот в нем как раз и есть этот тип героя, который очень рано состарился. Ну он же, Пушкин же даже в Онегине это подчеркивает, да, он такой, да, такой скучающий, состарившийся уже внутренне. Видимо, это действительно были какие-то моменты тут вот поколенческого плана, потому что многие авторы наши русские тоже отмечали в себе вот такую израсходованность сил, да, и Батюшков тоже об этом писал часто в своих текстах, о том, что вот какая-то перезревшаяся присутствия. Батюшков для нас не пример, как мы поняли. Ну, я понимаю, да. Нет, ну мне кажется, что тут отчасти это была поза, мода и так далее. Ну вот мне тоже кажется, что это в большей степени еще мода. А с другой стороны, опять же, ну вот условно это Пушкинское, чуть более старшее поколение, они ведь действительно сравнительно, скажем, с поколением своих отцов были гораздо больше травмированы историей, да, там, начиная, ну допустим, с убийства Павла Первого, да, вот с этим странным воцарением Александра, попутно революция во Франции, войны, вот, причем для России еще критичная такая, травматичная очень память, это Пугачев, вот, конечно, потом 12-й год, колоссальное разрушение, и, может быть, на русской почве некоторая вот присыщенность опытом, вот, имеет еще вот эту природу. Ну да, мне кажется, действительно, и, в общем-то, те люди, которые жили во Франции, они буквально за 15 лет увидели смену стольких режимов, до этого была тысячелетняя монархия, да, ничего не менялось, был незабываемый порядок, спущенный с небес. Да, ну всякое, конечно, бывало, там фронта бывало и так далее, но это не до такой степени все было, да. Не так концентрировано. Так, давайте еще немножко сменим тему. Мы тут все говорим, что романтик, он, значит, за права вот людей, там выступал Байрон за права этих бедных ткачей, и вообще романтик он за свободу, но что-то вот у нас все романтик, он мужчина, а женщина, у нее как дела вообще, она может быть романтиком, у нас даже слова для этого нет, ей романтизм дает какую-то свободу, она вообще выступает здесь как какая-то личность, или у нас личность это мужчина только лишь? Ну, как мне кажется, все-таки действительно мужчина выходит с одной стороны на первый план, но с другой стороны... Как он выходит туда, он там как стоял, так и стоит. Но мне кажется, что женщины все-таки в эпоху романтизма тоже делают определенный шаг, и появляются, например, женские салоны, именно в эпоху романтизма они достигают такого своего пика, и про них-то уж мы точно все слышали, про Зинаиду Волконскую, про салоны там жены Карамзина, и по сути, ну то есть мы вроде бы, если опять же смотреть по фильмам, то это что-то такое легкое, такие порхающие женщины, такой бал, по сути, организованный, но на самом деле женщины подходили к этому очень серьезно, это действительно были такие интеллектуальные центры, где устраивались определенные встречи, где решались определенные вопросы, то есть женщина не просто приглашала кого-то, она понимала, кого она приглашает, и продумывала, как расставить мебель, например, чтобы пересекались одни, и не пересекались другие, и просто, мне кажется, это так просто, не сделать, это действительно надо обладать определенными качествами. — На секундочку, характерно, что «Войну и мир», то есть роман о ключевом периоде русской истории, Лев Николаевич в итоге начал с описания салона Анны Павловны Шерер. То есть вот с чего вся история-то завертелась. — Ну опять же, да, то есть по сути это так делает, такой акцентик-то небольшой. И в этот же период появляются, например, профессиональные женщины, поэты, писатели, которые зарабатывают деньги с помощью… — В России. — В России в частности. Ну кто у нас? Анна Бунина. — Ну да, ну там я не знаю, насколько можно говорить о том, что они именно профессиональные. Ну Анна Бунина, да, наверное. — А все-таки она считается профессиональной. Хотя, конечно, здесь опять вот, как всегда все. Мужчины, конечно, высказываются по поводу… Ну понятно, конечно, красивые девочки написали стихи. — А да, они такие красивые, что мы стихи ваши почитаем. — Да, типа того. Но все-таки, насколько я понимаю, все-таки Анна Бунина в итоге признается действительно профессиональной поэтессой. Она выпускает сборники. И мне кажется, это тоже такой определенный момент. Понятно, что это только начало. И там до Ахматовой, Цветаевой… — Еще дожить надо. — Да, есть небольшой запас времени. Но тем не менее. — Ну тут я так скажу. Во-первых, в России, по крайней мере, ну до сороковых годов, по большому счету, профессиональный писатель – это вообще явление исключительное. — Ну в России вообще все чуть позже. — Исключительное. То есть профессиональный, то есть живущий своим писательским трудом. Это получается у единиц, причем у единиц не тех, кого мы сейчас помним. То есть Пушкин не профессиональный писатель в этом смысле. Лермонтов тем более. Профессиональный – это Фаддей Булгарин. Ну это ладно. Насколько там тогдашние женщины-литераторы могут считаться именно профессиональными писательницами или поэтессами, я не знаю. Надо как-то глубоко подгружаться. Если в целом, мне кажется, что романтизм дал в итоге несколько образов, которые даже не будучи персонифицированы, потому что мы... Ну ладно, там в Европе на слуху там Жермиан Десталь действительно, из более поздних там Жорж Санд и так далее. В России, может быть, таких вот прямо ярких фигур, которые сами по себе были бы ярлыками, наверное, нету. Но вместе с тем в каких-то единичных образах некая новая женская роль там действительно была дана. Ну вот там, не знаю, Каролина Павлова. Интересный очень персонаж, очень неплохая поэтесса, литератор, публицист. В юности возлюбленная и чуть ли не невеста Мицкевича, но не получилось. То есть вот потом она выходит замуж за Николая Павлова. Почему она и Павлова? Да, начинается с перечисления мужей. Секунду, секунду. Но там дальше интересная история. Ну Павлов сам неплохой билетрист, довольно известный, но при этом он картежник, не чист на руку. И, в общем, он ее начинает разорять. Вот, и она его, по слухам, с помощью третьего отделения, то есть был вроде бы донос о том, что он хранит неблагонадежную литературу у себя, но сажает в итоге в долговую яму. И Соболевский, друг Пушкина, известный Дэнди эпохи, пускает по Петербургу телеграмму. «Здесь, куда не взглянешь, все любви могила мужа мамзель Яниш», это ее девичья фамилия, «в яму посадила». Но, опять же, хотя в этой истории она скорее как раз пострадавшая, потому что была единственная форма защититься уже от его произвола и картежного, и долгового безумия. Для общества она оказывается в этом смысле не то, что даже фем-фаталь, а вот именно мамзель Яниш взяла в яму, посадила. Но тут к ее чести она как раз, в общем, демонстрировала независимость от этого. Она потом довольно долго еще имела, кстати, свой салон в Петербурге литературный, терявший, правда, популярность, в том числе вот из-за истории с Павловым. Но постепенно она как бы из общественной жизни уходит. Почему? Потому что становится не в ритм с эпохой. Она очень яростный консерватор, такой ультрапатриот, более правый, чем правительство. И в итоге петербургская жизнь 50-х годов, когда она уже старенькая, ее отвергает, и она, подобно многим русским консерваторам, уезжает в Париж и там доживает. Такая история, постоянная демонстрация независимости мышления, причем от нападок со всех сторон, но, в общем, не успеха жизненного. Вот это можно считать какой-то моделью женской судьбы романтизма или нет? Мне кажется, все-таки все равно общество патриархальное, безусловно. И та же Бунина пишет в стихотворении, такой выстраивает диалог между поэтессой и женщинами, где женщина говорит, у нас появился голос, вот наконец-то. И поэтесса отвечает, что нет, я пишу про природу, про красоту, я пишу про мужчин. Они говорят, ну как же так, а про нас-то, про нас-то уже наконец-то. Она говорит, ну вообще-то у нас в судах мужчины, у нас везде мужчины, поэтому я пишу про их подвиги. И мне кажется, это вот такой очень тоже важный момент. То есть, да, есть какие-то возможности, да, есть какие-то выходы, есть какие-то точки, которые намечаются, но сказать о том, что, конечно, женщины получили права и свободы, ну, в общем, до этого еще очень-очень далеко. Хорошо. Ну, давайте, наверное, чтобы немножко заканчивать это мероприятие, мне бы хотелось подвести итог. Все-таки давайте скажем еще раз. Романтический герой, давайте, как я поняла, вы, значит, дополните. Романтический герой – это человек свободный, это человек, сильная личность, но при этом чувствующий себя, скорее всего, неполноценный и желающий как-то это восполнить, а способов у нас бесконечное множество. У нас, значит, есть романтическая любовь, у нас есть как способ уход в иные миры, в историю, в мистику, к Богу. Что еще можем сказать про романтизм? Чтобы вот нам среди прочих разглядеть, а, это романтик, мы поняли. Ну, романтик обязательно должен бунтовать, и вот этот как бы бунт – это как раз и есть постоянный поиск чего-то, такая невозможность остановиться. Ну да, то есть неостановившийся человек, недостигший еще… То есть как только ты чего-то понимаешь, что ты вот достиг, то все, ты перестаешь быть романтиком. Поэтому, наверное, все-таки, когда определяют романтизм как такое вот именно для молодых, да, и какое-то такое движение молодых, то, наверное, это такое более точное определение. Ну хорошо. Ну спасибо. Теперь все стало более ясно. Романтиков мы найдем в этом мире, если что, и, наверное, от них убежим, потому что это, походу, не очень здоровые отношения с ними завязываются. Ждем все-таки всех на выставке. Да, ждем все-таки всех на выставку. Она у нас пока еще идет до июня месяца. Да? Да. И еще больше расскажем про романтизм, романтиков и… На кураторских, обзорных и тематических экскурсиях. Ну, в общем, приходите, а мы что-нибудь еще снимем, если вам понравилось. Лайки, подписки и все такое. Вы будем очень рады. Всем пока. Спасибо.